Здравствуйте! Волнует вопрос о снах. Что учит армянская апостольская церковь? Как к ним относиться? Есть ли в наши дни толкователи снов в лоне церкви? Кому можно обратиться за их толкованием, когда явно чувствуешь, что в увиденном сне зашифрован ключ к важным переменам жизни? Не хочется обращаться к гадалкам и колдунам, понимая, что все это грех, но и без ответа тоже не хочется отставаться. В Библии не разу описываются события, именно связанные с толкованием снов пророками или просто праведными людьми, даром данным от Бога. Неужели в наши дни перевелись такие люди? С нетерпением жду ответа. Спасибо. Здравствуйте! Армянская апостольская церковь прежде всего учит верить в Бога. Толкование снов никогда не было одобряемо церковью. Человек должен верить в промысел Божий и стараться исполнять волю Творца. По церковному преданию известно, что сны бывают трех видов – от Бога, от дьявола и просто человеческие сны, которые снятся нам из-за событий, произошедших в течение дня или определенного временного периода. Сны от Бога бывают крайне редки, и не нужно особо их ждать. В основном подобные сновидения снились людям с чистым сердцем, которые вели подвижнический образ жизни. Часто бывает, что лукавый под видом сновидений пытается запутать человека, свести его со спасительного пути. Тут надо быть крайне осторожным, чтобы толковать сновидения. Вы также справедливо указали на то, что в библейских событиях сны толковали пророки и праведные люди. Мы не являемся первыми и, к сожалению, далеко отстоим от праведности. Поэтому не будем искать сакрального смысла в наших сновидениях, а смиренно и с упованием предадимся воле Божией, стараясь каждый день проживать внимательно, относясь к своим поступкам и делам. Храни вас Бог!